Ребятки, всем привет! Меня зовут Руслан, мы на канале Батя в деле. У меня недавно произошла эпичная хрень. Понятно, что раньше я ездил и на арендных тачках, и на своих, и хрень связана с лайтбоксом. Он у меня слетел с крыши на скорости где-то 110 км в час. То есть я вез клиента, услышал, что какой-то стук сверху, где-то на 110 км, скинул скорость, довез уже клиента по трассе, развернулся, еду обратно. Я думаю, может быть какая-то в лайтбоксе дырка, и она как бы пропускает воздух, и за счет этого какой-то пластик там стучит. И вот как бы двигался с такой же скоростью, он снова стучал, и в один момент я вижу в зеркало, как он слетает вместе с креплением, улетает назад. Проводом не был прикреплен, то есть он не зацепился ни за что. Просто улетел и расхреначился об асфальт. Я остановился, посмотрел, там остались какие-то щепки только от него, и все. Благо, что за мной никто не ехал. А по поводу того, что работал я и на арендах, и на своих тачках, то есть это не первый день, когда я ездил на машине с лайтбоксом. Вот. Тему лайтбокс почему решил установить? Ну, то есть какое-то время я ездил без него, ну и как и многие, честно говоря, проходил фотоконтроль на мойках за 100 рублей. Я думаю, это уже давно не секрет, все уже знают там, и Яндекс, все водители уже давно это все понимают. Вот. И поэтому, наверное, со стороны Яндекса был в какой-то момент введен контроль этого брендинга. То есть, когда едешь, у тебя, ты проходил фотоконтроль с лайтбоксом, получаешь дополнительные там плюсики за распределение заказов. И сейчас, если у тебя эти плюсики есть, а лайтбокса нет, ты приезжаешь в аэропорты, и тебя щелкают камеры там какого-то специального контроля от Яндекса, и блочат у тебя этот брендинг. Сначала на три дня, потом на две недели, потом на месяц, и потом вообще навсегда. Сейчас глянем вообще, что на сайте Яндекса об этом пишут. Так, значит, ребят, на сайте про Яндекс.ру есть всякая информация про такси, ну и, собственно, про стандарты брендинга. Сейчас здесь нет ничего о нарушениях, хотя раньше было. И, собственно, даже отдельно я скачал документ по брендированию. Здесь много информации, но про нарушения тоже ничего нету. Хотя по факту с нарушениями, с магнитными наклейками, с чем-то подобным. Блочат там на день, на три дня, на неделю, на месяц, на сколько-то там еще и пожизненно. Вот, и сейчас я поеду себе за новым лайтбоксом, покажу как его установим, покажу как машина смотрится с ним. И фактически ставлю я его для того, чтобы не париться по вопросу того отключения этого брендинга, да, не заморачиваться этим, этим моментом и спокойно кататься, работать без каких-то заморочек. Вот. Ну все, погнали тогда. Так, надеюсь, видно, я на месте. Сейчас поснимаю, как мы устанавливаем его и далее я прохожу фотоконтроль. Ну, собственно, пока я жду очередь, эту некую, на установку. Фотоконтроль мне уже нужен. Очень-очень. У меня здесь проверка личности. И фотоконтроль машины, брендинг интермоемкости. Сейчас еще прилетят детские кресла. Вот. То есть мне уже брендинг пройти. И как раз с кисном лайтбоксом меня здесь куда-нибудь встану в пазух и да пройду. И чуть-чуть дам пояснению. Может быть, не все работают в такси, не всем понятно, что это за плюсики. Сейчас есть некое распределение заказов, и оно вот равняется от разных моментов. Там, в зависимости от того, сколько делаешь заказов в месяц, от того, какой рейтинг, да. Если есть плохие оценки, он падает ниже 4.95, и эта оценка превращается в меньшую. В зависимости от того, сколько ты дней, как бы, сотрудничал с сервисом, да, как вот, допустим, там, эксперт 300 дней, да. Брендинг машины и короб на крыше. То есть короб на крыше дает еще плюс 4 к распределению заказов. Ну и так далее. Продолжение следует... Так, установили. На самом деле, все очень быстро. Минуты две-три. Слайды, получается, видели предыдущие. На этом канале еще эту тачку в таком амплуане видели, чтобы прям слайдбоксом, чтобы он светился. Сейчас пройду фотоконтроль и поеду трудиться. Так, ну что, собственно, экранизируем историю о том, как проходить фотоконтроль. Сначала брендинга проходим. Началкиваем 4 фотки. Не обязательно прям максимально попадать в эти ячейки. И на самом деле, не надо максимально чистую тачку иметь. Ну, по практике говорю. Ой, здесь вот мало места уже, чтобы сфоткать. Так, щелкнем немного наискость. Стенка, мало места здесь. Так, фотки отправились. Что у нас остается? Фотоконтроль машины. Тут уже проще. Остаются переднее сидение, заднее сидение и багажник. Продолжение следует... Так, все, все остальное я пройду по-другому. Ребят, я уже работал, так сказать, не один день. И знаю ребят, которых блокировали. Сейчас я как бы... Блочили у них брендинг. И санкции там начинаются от трех, да, потом там две недели, месяц. И, возможно, потом пожизненно могут включить брендирование. Без брендирования будет работать сложно. Я сейчас выбрал такую историю с лайтбоксом, потому что не хочу париться об этом. И хочу работать и не заморачиваться. Периодически даже там брать в те же порты заказы. И кататься везде. И не напрягаться. Поэтому это мой выбор. Кто-то хочет с ними ездить, кто-то нет. Но я думаю, что в дальнейшем всякие вот эти системы контроля будут усиляться. И, возможно, чаще будут блокировать у всех этот брендинг. Так что будьте внимательны к этому моменту. Под конец последний штрих. Все, можно в путь. Так, и прям вообще под самый конец уже. Уже вроде хотел закончить. Но вот еще момент вставить решил. Эта информация полезная. Установщик, который сейчас занимался вот этим делом, он сказал, почему бывает, что лайтбоксы слетают. Там вот это вот крепление и болты, которые вкручиваешь, там есть прорезиненные части. И вот каждый раз, когда ты вкручиваешь, ну, то есть снимаешь, одеваешь, снимаешь, одеваешь его, или много людей уже с этим лайтбоксом ездили и друг друга перепродавали, да, снимали, одевали, это крепление ослабевает. И все, пожалуйста. Потом происходит то, что происходит у меня. Ну, когда он слетает и улетает куда-то, да. Так что, в общем, проще раз взять новый, конкретно его вкрутить, оставить, больше не трогать его. Все, ладно, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. Куча есть роликов, которые я еще не выпустил. Очень много всяких идей. Все буду постепенно выкидывать, стараться не перегибать, как бы размеренно это дозировать все. И если интересуют какие-то также темы, пишите в комментариях. Буду рад это прочитать, ответить и возможность снять об этом ролик в дальнейшем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!